Так, как не потерять интерес после первых серьезных достижений? На самом деле вопрос очень важный для молодых людей. Дело в том, что, как вот в исследованиях, которые мы проводим, мы исследуем то, как по-разному представители разных возрастных групп адаптируются к современной цифровой среде. Мы видим, что молодые люди действительно могут совершать какой-то существенный прорыв, зачастую именно благодаря наличию тех или иных возможностей, которые в современной цифровой среде предоставлены. Если вы возьмете любого блогера, то его успех был раньше невозможен без таких цифровых платформ, которые сейчас дают им ресурсы для того, чтобы получить аудиторию, коммуницировать с ней и так далее. Да, и вот есть другие технологии. И вы можете придумать какое-нибудь хитрое приложение или какой-нибудь другой технологический сервис, который будет хорошо воспринят на рынке, найдет своего пользователя. И это тоже делает человека успешным. Ну, то есть вот, наверное, может быть успех и вне технологической сферы. Но вот что существенно? Значит, после того, как вы какого-то успеха достигаете, вам же нужно рисовать свое будущее дальше. И если вот предыдущие поколения, их все время как бы обязывали думать про будущее, в котором может быть плохо, потому что все время, вот нас всегда раньше, я-то в общем не самый молодой человек, вот, нас все время говорили, вот там, как бы, чтобы у тебя была профессия, чтобы ты на хлеб мог заработать себе. Сейчас мир не такой, мы не заглядываем в будущее. И хотя я всячески пытаюсь всех запугивать этим будущим, говорить, алло, гараж, мы все тупим, мир конец в тартарары. Я в значительной степени делаю это для того, чтобы люди начали раздвигать свою временную перспективу. И вот при ситуации, при которой человек уже что-то достигает, и у него как бы уже галочка поставлена, что он достиг того, чего бы он хотел, а будущее он развернуть не может, у него не возникает внутренней мотивации на какие-то следующие свершения. И это, конечно, ну такой печальный, на самом деле, сценарий, потому что ты уже испытал удовольствие от того, что ты можешь чего-то делать такого крутого и замечательного. Но при этом дальше время идет, там то, что ты сделал, устаревает, твоя популярность уходит и так далее. Ты должен все время изобретать что-то новое. А зачем, если галка уже стоит, а вот ощущение того, что все может накрыться медным тазом, у тебя тоже нет. Вот нет этого страха потери. И поэтому, если говорить про как не потерять интерес, я бы разворачивал будущее и понимал, что любой результат, который вы достигаете здесь и сейчас, он имеет срок годности. То есть вот вы сейчас что-то сделали, это круто, это прозвучало, или, я не знаю, просто вы заработали на этом деньги и так далее. Это короткий временной промежуток. После этого ситуация будет такая, что вам очень сложно будет удержать нынешнее положение, а вам будет внутренне хотеться еще больших результатов. Потому что в противном случае зачем напрягаться, если не будет больше, чем уже было. Вот. И вот эта способность видеть то, как со временем результаты вашего труда будут рассеиваться, они будут превращаться в этот, как там рассыпаются какие-то пески, вот это вот все, разлетится, значит, все. И тогда у вас будет внутренняя мотивация для того, чтобы или в том деле, которым вы заняты, находить новые ходы. То есть, если вы стали, условно говоря, блогером на какой-то теме, вот, то, ну, сколько ваша тема проживет, сколько вы как блогер проживете. Дальше вопрос, что вы будете делать для того, чтобы удерживать аудиторию, для того, чтобы справляться с задачами там и так далее. Вот это будущее, которое нас должно в этом смысле мотивировать двигаться дальше и изменять в лучшую сторону, усовершенствовать то, что вы делаете, или придумывать параллельные вещи, которые будут развиваться, когда то дело, которое сейчас идет хорошо, по каким-то причинам завершится. Ну, представьте, там, мы сейчас в VR-реальность войдем. То есть, они сейчас, все социальные сети предложат нам существовать в VR-реальности. Это очевидно совершенно обрушит блогерский рынок, вот, и блогеров, да, потому что это будет уже другой способ коммуникации, подачи материала, и те, кто сейчас очень успешен, вполне возможно, что не впишется в вот эту другую конфигурацию, где будет дополненная реальность там и так далее. Ну, это... Никого не пугаю, все хорошо.